Аминь. Давайте будем прозвращать благословение. Прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасёт весь мир. В эпоху первенца, благосценим первенца, в эпоху 230 митран, восстановим 10 тысяч верующих. Я благодарю за прославление. Да, по-настоящему, вот действительно, в нашем душе есть Слово Жизни. Бог сокрыл его. И вот это есть любовь Божия, также внутри нас, которые отобрали идол этого мира. И вот это благословение необходимо передать нашим потомкам. Я благословляю вас, чтобы вы это сделали. До пятницы и до субботы у нас было, с пятницы по субботу у нас было в церкви Хана здесь проходило обучение для пресвитеров. Значит, все пресвитеры, затем многие лидеры простых верующих собрались вместе, также и верующие собрались. И вот мы получали лекции. И вот каждый раз, когда в нашей церкви проходит какая-то конференция, вот, тогда это огромный смысл имеет для наших пресвитеров. И вот мы даже открыли, вот мы тоже даже открыли специально столовую. И вот в течение двух дней приходилось купить еду для всех участников. И спасибо пресвитерам, кто трудились ради этого. И вот когда мы закончили, многие люди сказали, мы благодарим церковь Хана за такое усердие. Поэтому я желаю, чтобы мы сейчас с вами хорошо получили слово. И чтобы вы увидели, что это слово, оно совершается. А также желаю, чтобы на всех местах действия это слово, оно также провозглашалось и свершалось. То место, на котором мы с вами находимся, это и есть место благословения. Это место лидеров простых верующих. То есть было сказано, что верующие ранее церкви, они все были лидерами простых верующих. И они все получили ответ. И в нашу эпоху также Бог, Он желает дать нам такой ответ, как верующим ранней церкви. Вот в самом начале, во время вот этой конференции для пресвитера, было сказано слово, что Бог нам дает ответ. И вот этим ответом необходимо остановить кризис в церкви, в мире и в эпохе. Вот такое было слово. То есть ничем другим не остановите кризис в церкви и не спасти этот мир. Но только тем ответом, который Бог дает, мы можем остановить кризис в церкви и спасти этот мир. И имея этот ответ, вот сказано было, станьте разрешителями проблем эпохи. Вот такое слово было. А во время второй лекции было слово, что Бог, Он действует в моей жизни силой творения. И теперь Бог желает, чтобы через меня также чтобы через меня действие нового творения было в мире. Чтобы мы восстановили благословение 70-ти. То есть, чтобы на местах действия я стал духовным командиром. Вот такое было слово. И вот те люди, которые в Библии наслаждались вот этими ответами, это было 70 учеников. То есть, другими с вами, 70 учеников были духовными командирами на местах действия. Вот они были использованы Богом ради этого. И вот эти благословения нам необходимо именно ослаждаться. И во время третьей лекции было сказано о том, как исцелить эту эпоху. то есть, Бог нас призвал исцелителями этой эпохи. Поэтому было сказано «Войдите в благословение исцеления». То есть, ограниченная сосредоточенность, избирательная сосредоточенность, сосредоточенность, единство. То есть, вот этими сосредоточенностями мы можем с вами исцелить эпоху. вот такое было слово сказано. И вот, хоть у вас сейчас неупорядочно возможно содержание, но само название проповеди пусть станет вашей темой молитвы. И вот, те ответы, которые получили лидеры простых ранней церкви, это не только их ответы. И нам сегодня Бог дает эти ответы. И желаю, что вы испытали эти ответы и стали главными героями этих ответов. То есть, Бог призвал нас, Бог призвал нас разрешителям проблем этой эпохи, духовными командирами на местах действия и исцелителями мест действия. И вот это, и вот когда будет такое действие, тогда мы сможем показать потомкам свидетельство. Вот это тема сегодняшнего слова. Свидетельство Божие перед будущими поколениями. То есть, я уверен, что каждого из вас Бог будет использовать для того, чтобы решать проблемы этой эпохи, чтобы вы стали духовными руководителями на местах действия, командирами. А также Бог будет испытывать вас как духовных исцелителей этих мест действия. Вот посмотрите, в Библии. То есть, просто так потомки не подымались. До потомков всегда подымались лидеры простых верующих. И вот лидеры простых верующих становились основанием для потомков. То есть, они передавали Евангелие потомкам, и потом они ставили потомков как главных действующих лиц евангелизации эпохи. И вот об этом говорит сегодняшнее слово. Поэтому вам самим надо иметь чувство призвания. Вам необходимо видеть свершение слова. И только тогда вы сможете поднять потомков как тех, у которых есть Божье свидетельство. Значит, жизнь веры это не тяжелое что-то. Это легкое. И вот ответ получать это тоже не тяжело. Есть люди, которые задают вопрос, «А как получать ответ?» Ничего простого. Все очень просто. Если мы с вами держимся за Божий план, тогда благословения Божьи сходят. Значит, мой план, мои мысли, мой уровень есть. Но если это все не совпадает с Божьим планом, если это не имеет никакого отношения к Богу, тогда я не могу получить Божье благословение. Поэтому прежде, как люди Божьи, есть то, за что нам необходимо держаться. Держаться за Божий план. Это есть начало настоящих благословений. А также ведя жизнь веры, надо сделать так, чтобы Божье желание стало моим желанием. Тогда мы можем получить эпохальные благословения. И еще направление, которое Бог желает, если станет будущим направлением моей жизни, тогда потомки наши и наше будущее есть для них гарантированные благословения. То есть, вот это есть же сфера, Божий план, Божье желание и то направление, которое Бог желает для нас. Вот когда вот эти за три вещи держитесь, тогда мои ограничения, мои обстоятельства, это не проблема больше. На каждом шагу своем я получу благословение Божие. Вот очень просто, посмотрите на Иосифа. Иосиф был человеком, у которого был Божий план. То есть, Божий план был, то есть, Бог заранее дал свой план Иосифу. В Бытие 37 в главе видим это. Поэтому вот с какими трудностями столкнулся Иосиф. Первое, его продали в рабство, потом его отправили в тюрьму, но для него это было не проблемой. Все это связалось друг с другом и в итоге через Иосифа и братья получили спасение и Египет получил спасение и все народы получили спасение. То есть, через Иосифа Иосиф наслаждался благословением спасения всего мира. Почему? Потому что Иосиф был, он имел Божий план. Вот Даниил был такой, он сам того не хотел, но попал в плен. И вот когда он был в плену, вот он тогда знал Божий завет, поэтому он написано положил в сердце свое. То есть, он понимал, что Бог хочет. Он знал направление, которое Бог желает. Поэтому он отказался кушать от идола, идола жертвенная. Но получил ли он проклятие? Пришел ли он к поражению? Нет, посмотрите, на каждом шагу Даниил, он получал ответы, потому что ответы были приготовлены, и он получал Божье благословение. Поэтому нам тоже ничего другого. Необходимо сейчас задаться вопросом, нахожусь ли я в Божьем плане? Действительно ли Божья воля моя воля? Действительно ли двигаюсь ли я в Божьем направлении, которое Бог желает? Вот только если это будет, тогда ответы от Бога и благословения они к вам придут. Вот израильский народ, они проходят пустыню, потом становятся перед Иорданом, но поскольку израильский народ был человеком, у которого был завет, то ни Иордан, ни Иерихон не смогли остановить израильский народ. они не смогли привести израильский народ к поражению, и даже река Иордан не смогли остановить Израиль. Почему? Потому что Израиль был народом завета. Поэтому что необходимо понять? Когда мы двигаемся на основании завета, тогда Бог Он всем управляет. на основании народа завета. А что будет, если мы упустим завет? Вот Библия нам говорит, рабами стали, пленными стали. То есть начали поклоняться идолам. И если поклоняешься идолам, приходят проклятия и бедствия. Поэтому израильский народ, который упускал народ, завет Божий, сразу же становился рабами, пленными и бедствия приходили. Поэтому вам необходимо знать, наш Бог Бог завета. И Бог Он действует в жизни народа Божьего на основании завета. И что это за завет Божий? Очень просто. Христос, уникальный Христос, только Христос является уникальным, вечным, совершенным. И Христос является заветом жизни нашей, то есть путем нашей жизни. Послушайте, Христос, Он уникальный, правильно? Христос, Он совершенный. И Христос, Он вечный. И действительно, для нас путь жизни это только Христос. Вот это есть завет. И из-за Христа приходят все благословения и ответы. Но в большинстве случаев у верующих, в жизни веры нет интереса ко Христу. Значит, Христос внутри есть благословения, ответы. Это есть тайна. И когда наслаждаешься этим ответом, все приходит. Но у верующих интерес в другом. И не познали Христа, поэтому упускает Христа из-за чего-то другого. И вот это есть. Кто делает так, что происходило? Это Сатана. Послушайте, если знать наивысшее знание этого мира, но упустить Христа, тогда в жизнь человека придет поражение. и допустим достиг чего-то. Финансы света есть. Но не зная Евангелие, то более того, из-за всего того, что имеет человека, вот приходят проблемы. И даже в семью приходят проблемы. Вот посмотрите на церкви Кореи сейчас. Да, вот посмотрите на также на успешных людей. У них много что есть. Материальные финансы. Но именно из-за этого они не могут получить Евангелие. Вот это есть тоже образ мира и образ церкви. То есть если также есть какая-то идеология, которая идет прежде Христа, из-за этой идеологии человек терпит поражение. Христа Христа для Христа совершен уникаль и вечный и Он является разрешителем всех проблем нашей жизни. насколько этот завет будет у меня, настолько на моих местах действия будет сходить Божьи благословения и я буду всем управлять. Вот что это за жизнь, когда мы завоевываем и управляем? Или же наоборот, мною управляет и я завоеван? Вот здесь есть разница. Вот перед людьми, пред обстоятельствами, пред проблемами я завоевываю или же я завоеван? Я управляю или же мною управляют? Вот вы запомните, если буду знать только тайну Христа, тогда все смогу завоевать и всем смогу управлять. И если будет происходить таким образом, тогда необходимо молиться каждый день. Тогда о чем молиться необходимо? Чтобы я мог благодарить и переполняться благодарностью за Христа, за спасение. Вот это есть молитва. Только тогда смогу все завоевывать и всем управлять. Действительно, чтобы мне была радость, и впечатление о спасении. И вот здесь вопрос, имею ли я радость и впечатление о спасении или нет? Если есть, тогда обязательно к человеку придут ответы и завоевания мездействия. поэтому очень важно это Христос. Вот у нас есть свое, вот из-за этого не получается мои мотивы, мысли, но насколько я буду испытывать Христа, настолько будут проявляться ответы в моей жизни. Что это за ответы? Завоевание и управление всем. Вот чем больше я наслаждаюсь именем Тайной Христовой, тем больше я могу завоевать все, и чем больше я наслаждаю Тайной Христовой, тем больше сокрушаются силы тьмы, и тем больше я могу завоевывать места действия, и чем больше Тайна Христа осознается внутри меня, тем больше сокрушаются проклятия и сила бедствия в моей жизни. И вот тот, кто знает эту Тайну Христа, даже один человек, Бог через Него, Бог им управляет всем. Поэтому действительно, если вы по-настоящему сможете наслаждаться Тайной Христа, тогда вы сможете передать Тайну Христа потомкам, и тогда вы сможете показывать потомкам, что такое благословение за Христа. И вот это есть благословение из благословений, по-настоящему. Вот посмотрите сегодняшнее место Писания. Значит, через кого Бог производил действие вот это в сегодняшнем месте Писания. И что Бог подчеркивает здесь, вот в этом месте Писания, это Иисуса Навина. Значит, Иисус Навину, то есть израильскому народу надо было передать потомкам свидетельство, свидетельство Божьей силы, что Бог подчеркивает, что Бог хочет. И первое, что передается в сегодняшнем месте Писания. Первое, цель Божия это движение Рю-Ти-Си. То есть, что такое Рю-Ти-Си? Движение Рю-Ти-Си? Это есть движение потомков наших. Поэтому я уже сказал раньше, значит, почему Бог благословлял всегда лидеров простых верующих? Чтобы поднялись потомки. если лидеры простых верующих в Евангелии объединятся, тогда и церковь, и потомки, и местодействие все получат благословение, и выйдут ученики, и через этих учеников поднимутся потомки. И если по-настоящему лидеры простых верующих знают церковь, дать местодействие, тогда обязательно вот они выявят Божий план и смогут наслаждаться ответами от Бога. То есть через кого Бог действует всегда? Через лидеры простых верующих. Поэтому вам необходимо восстановить чувство призвания, что вы лидеры простых верующих. И какая Божья цель? Вам необходимо знать. Не просто так Бог благословляет лидеров простых верующих. Бог, Он всегда поднимает лидеров простых верующих, чтобы через них ремнанты поднялись. следующие потомков. Поэтому мы говорим движение RTC, движение потомков. Вот если посмотреть сегодняшнее место Псания, то мы видим, как Бог ведет в Израильском народе. Значит, вот 12 колен Израилевых, вот они прошли через Иордан и вода разошлась. И вот теперь Бог говорит, вот те камни, которые были в воде, возьмите их. Но для начала зададим вопросом, почему Бог показал такое чудо израильскому народу в виде разделения Иордана? И потом, почему необходимо было взять эти 12 камней и сделать вот этот памятник? антюб их. Тебя так, вот если посмотреть на Израиль, которые были сначала перед вот этим Иорданом, то есть там были ремнанты всегда, то есть было старшее поколение, но были и ремнанты маленькие, новое поколение. И вот пока израильский народ шел по пустыне, что мы видим, что часть первого поколения, оно умерло, и появилось уже второе поколение. То есть вот эти ремнанты, которые должны будут завоевать Ханань, они стояли сейчас пред рекой Иорданом. И поэтому Бог говорит, что пусть выйдут представители вот этих двенадцатых колен и возьмут камни. Зачем? Вот в седьмом стихе об этом сказано. Вот в шестой, седьмой стихе. Давайте вместе прочитаем. Давайте прочитаем вместе. «Чтобы они были у вас знамением. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни? И вы скажете им в память того, что вода Иордана разделилась перед Ковчегом Завета Господа. Он переходил через Иордан. Тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут для сынов Израилев памятником навек». То есть для того, чтобы это было памятником навек, то есть сказано, что Бог ради этого разделил Иордан и говорит, «Камни возьмите и сделайте их памятником». Для чего? Для потомков ваших, для детей, которые спросят ваше, «А что это за камни?» Послушайте, вот здесь находится Божья цель, чтобы потомкам передать свидетельство. И вот Бог сейчас ведет вас, чтобы вы вели движение потомков, чтобы вы вели движение ROTC. И вот потом, вот в 11 стихе такое же сказано, такое же сказано, а я прошу прощения, в 21 стихе сказано такое же слово. Потомки. Давайте посмотрим с вами 22 стих также. 24. «Дабы все народы познали, что рука Господня сильна, дабы все боялись Господа Бога вашего во все дни». То есть, если наши дети смотрят на нас, они должны такое увидеть, «А, действительно, Божья рука сильная». Вот когда наши дети смотрят на нас, они такое должны почувствовать, «А, необходимо служить Богу». Вот я еще скажу, когда дети ваши смотрят на вас, они так должны понять, «А, только Христос важен, только Христос разрешит у всех проблем». То есть, Бог, Он сейчас желает поставить нас и благословлять нас, чтобы мы стали такими свидетелями перед потомками. Другой причины нет. То есть, для потомков Иисус является Христом, чтобы свидетельствовать об этом, что Христос разрешит у всех проблем. Для того, чтобы мы имели такое свидетельство, Бог нас с вами благословляет в эту эпоху. Послушайте, ну, кто бы что ни говорил, сейчас последняя эпоха. Вот, как мы сегодня, вот как хор перв, действительно, сейчас вот эти лжевые дыры, они все отобрали. Все благословения отобрали. И вот в такое время Бог, Он нас благословляет. Нас, народ Божий. Почему? Потому что сейчас идолы, они своровали сердца наших детей. Вот если посмотреть, то вот в историю Библии в течение ста лет потомки все забыли завет. То же самое сейчас идолы воруют сердца наших детей. И вот более того, чем больше будет проходить времени, тем еще хуже будут проблемы, еще будут серьезные проблемы становиться в нашей жизни, в этом мире. Духовные болезни, плотские болезни. Поэтому сейчас вот обязательно необходимо вести движение Евангелия. поэтому действительно то, что необходимо оставить нашим потомкам, это вот это вот свидетельство. То есть что только Евангелие может спасти эту эпоху последнюю. Вот для того, чтобы мы стали свидетелями этими, то Бог нас сами будет благословлять. Вот если церковь Хана хватится за это, тогда обязательно Бог благословит. И вот сказано, что другого не говорите. Действительно, давайте не будем говорить детям другого. Вот послушайте, действительно, вот если в молитве подумать, то детям ничего другого оставлять нельзя. Почему? Потому что если говорим что-то другое, это будет ущербом для детей в эту эпоху. Потому что если, к примеру, вы будете закон передавать своим детям, тогда чем дети будут идти дальше, тем больше они будут одоляться от церкви и будут терять смысл церкви. и в итоге они все уйдут в мир. Потому что никто из-за закона не живет. Ну, я не говорю о том, что закону не нужен. Нет, закон нужно соблюдать. Но не я соблюдаю закон, а Христос внутри меня соблюдаю закон. Но если мы будем только подчеркивать закон, тогда тяжело. Наоборот, теряю силу. Вот если вот если впадают в закон, то начинается вот это. Это можно, это нельзя, это дело, это не дело. Тогда в итоге что? Вот сердце, сердце важно. Вот в сердце потом вот не остается Бога, и ничего Божьего не остается. И тогда, ну, нет смысла потом даже ходить в церковь. И нет смысла существовать в церкви. Поэтому вы войдите в Евангелие и давайте говорить только Евангелие детям. Послушайте, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами, трудностями, вот есть то, что из нас выходит. Вот мы сами того не замешаем, как мы беспокоимся о многом, переживаем. И вот кажется, ну, кажется, ну, ничего здесь такого, на самом деле, дети все это видят. И вот это вот, вот это входит в детей. И дети начинают быть связанными этими. Вот, нашими переживаниями, беспокойствами перед лицом проблем, какими-то другими методами. Вот если действительно родители, вот если действительно дети будут смотреть на родителей, такое должно выйти. А, действительно, Христос, разрешите всех проблем. Если они вот этого не увидят, а будут видеть только проблемы, беспокойства, переживания, тогда что произойдет с детьми? Ну, тогда вот вера не передастся детям. И сердце по отношению к Богу у детей просто уйдет. То есть, необходимо, чтобы через родителей дети увидели Бога. И если такое произойдет, и вот если такого не произойдет, тогда что произойдет? Наши дети станут рабами этого мира. То есть, потому что они не смогут одержать победу над этим миром. и станут в итоге рабами этого мира. Вот у меня к вам просьба есть. Давайте и сегодня давать детям Христа. И если мы чем-то хвастаемся, давайте будем хвастаться, что Иисус является Христом. Что Иисус Христос разрешит всех проблем в моих жизни. Давайте постоянно это исповедовать. И это исповедовать. И тогда получать водительство Божье будем. И вот это передастся детям. Значит, родители смотрят на Бога. И вот когда дети видят это, они видят, а когда мама слабая, папа слабый, они придут на богослужение, получают силу от Бога. И вот это детям передастся, вот это Евангелие передастся. Вот у меня уверенность есть, когда мы говорим детям, учись, живи правильно. Вот можно это так не говорить. Знаете почему? Потому что когда дети смотрят на нас с вами, они должны увидеть Евангелие, а Иисус является Христом. И этот Христос разрешит всех проблем. И сейчас этот Христос совершает всемирную евангелизацию. Если они вот это увидят, то не надо даже говорить вот это дело, это не дело. Тогда они сами будут все делать правильно. Они сами будут все понимать. Вот они будут еще быстрее учиться и все делать. А если дети не знают через родителей, не познают, что Иисус является Христом, почему нужен Христос, не будут знать, что сейчас Христос совершает всемирную евангелизацию, тогда чтоб раздет. по-настоящему познать Христа. Познать Христа, который совершает всемирную евангелизацию. Если дети вот в этом, вот это увидят, тогда они приобретают силу, и с этой силой они будут учиться, и с этой силой они будут вести жизнь веры. И тогда есть только одно, что нам необходимо с вами передать. Вот как мы сегодня говорили, все же имеется в царе. Памятник необходимо передать детям. Что это? Имя Христа. И что во Христе есть? Все. Вот желаю, чтобы вы такой памятник оставили. И вот в нашу последнюю эпоху, вот это, если передадим детям, вот это для детей путь жизни в последнюю эпоху. живи живи Да, конечно, все знают это, но из-за того, что есть духовная проблема, дети не смогут победить духовную проблему и нормально жить. А действительно, Иисус является Христосом, а действительно, Он сейчас совершает всемирную евангизацию. Если вот они вот это увидят, тогда они внутри этого смогут одерживать во всем победу. Вот послушайте, вот действие Евангелия, вот если оно передастся детям, тогда это как передача эстафетной палочки. И вот когда передастся вот эта заветная палочка действия благовесия, тогда дети начнут завоевывать места действия, завоевание культуры. И потом мы увидим, что через детей меняется страна. Вот это есть Божье желание. То есть вот это вот тайна Евангелия, необходимо передать ее детям. И вот здесь в этом есть причина нашей жизни. Если мы с вами держимся за имя Христа, наслаждаемся молитвой и получаем Божье благословение, тогда через такого одного меня, вот эти благословения передастся детям. Послушайте, внутри Христа есть тайна Триединого Бога. Значит, чем-то другим действие Триединого Бога не произойдет. Именем Христа можем получить благословение престола Божьего. Именем Христа проявляется сила Божья, которая превосходит пространство и время. Именем Христа светит свет 237 стран. именем Христа душа оживает. И Бог именем Христа через имя Христа мы видим, что оживает душа моя и сходит благословение Царства Бесна, то есть сходит благословение Эдемского сада. Ничем другим не сходит, а только именем Христа будут ответы приходить, которых не было и не было, не было и не будет до этого ко мне к церкви к местам действия. И когда мы этим Христом наслаждаемся, тогда и сейчас мы можем детям передать вот этот вот памятник. Я благословляю Семьи Господа, чтобы мы с вами передали в точном образом вот эту эстафетную палочку нашим потомкам. У нас тоже в церкви Хана есть и воскресная школа, и потом есть детский сад, Хана Рэм. Школа Школа Рэмнат Саммита. Что это такое? Это место, это все места, где готовятся наши рэмненты как оставленные. Рэмненты — это оставленные. Вот когда люди смотрят, думают, ну ничего такого здесь нет. Но когда Бог смотрит на это, на движение рэмнентов, тогда Бог видит самое важное. Потому что рэмненты — это оставленные для движения Евангелия. Значит, мы передаем детям эстафетную палочку Евангелия, и благодаря этому Евангелие передается всегда и в будущем. Вот это есть то, на что сейчас Бог смотрит больше всего. То есть, когда Бог смотрит, вот это самое важное для Бога. Это рэмненты, которые будут вести движение проповедования в будущем. Вот посмотрите в Библию. Вот когда Бог был оставлял всегда? И каких людей Бог был оставлял всегда? А когда приходило поражение, посмотрите, всегда критерием является рэмнант. Вот, когда восставал рэмнант, который принимал эстафетную палочку проповедования и продолжал движение проповедования, тогда Бог был оставлял все. А израильский народ, да, у них было все хорошее, но Евангелие упустили, Завет упустили. И в итоге, и может быть, они сейчас и может быть, они и держали экономику своего мира, и умные были, но пришли к поражению. Не то, что они потерпели поражение в жизни, нет, в другом потерпели поражение в Завете. Но мы с вами не можем, к примеру, спасти иудеев в нашей жизни, потому что они более нас выдающиеся, умные. Но у нас с вами есть Евангелие, сила Евангелия, которую можно и иудеев спасти. И вот необходимо вот эту силу Евангелия передать детям, потомкам. Вот это называется передать детям эстафетную палочку, Благой Вести. Второе, в чем Божья цель? Первая Божья цель это ремнант. И второе, что Бог требует? Это восстановить веру. Номер два, требование Бога восстановить веру. Значит, для завоевания Ханана Бог, Он хотел, чтобы израильские народы испытали, что Бог всемогущий, что Он живой. Поэтому Бог проводит их через Иордан, потом Иерихон, чтобы они все это испытали. Действительно, Иордан может стать местом для благословения. Почему? Там они могут испытать, что Бог Он живой, что Бог Он всемогущий. То есть Иордан это не просто Иордан, это Божье благословение, потому что там они могут восстановить веру настоящую. Значит, вот Бог ведет израильский народ перед Черное море. И вот там израильский народ начинает жаловаться на Моисея. И вот тогда Моисей, стоя перед Черным морем, что он говорит израильскому народу? Сейчас Бог будет вас спасать. Стойте и смотрите на спасение Божье. То есть просто надо было спокойно стоять и увидеть, как Бог спасает. Вот просто стоя и испытать силу можно было Божью. Почему? Потому что вот ничем другим Божью силу не испытать. Но Бог через Моисея говорит стойте спокойно и смотрите как я у вас буду спасать. И Бог дал им такое свидетельство в виде разделения Черного моря. То есть другими с вами у нас тоже с вами есть проблемы такие как Черное море и Ордан. Но через все это Бог хочет показать что Он живой что Он всемогущий. Поэтому для нас Черное море и Ерихон это благословение. Знаете об этом. Вот так же самое когда они проходили через Иордан значит сначала впереди шли священники и несли вот ковчег завет. Что это было за завет? Что Бог Он вместе чтобы они познали что Бог Он с нами прибывает. Поэтому если вы держите за завет Божий тогда обязательно проблема Иордана решается. Если по-настоящему держимся за Божий завет не просто проблема решается а вот этот Иордан станет для меня свидетельством для меня станет благословением. Вот у нас есть какие-то проблемы но я благословляю мне Господа чтобы перед лицом этих проблем это для вас стало новое благословение что Бог Он живой что Бог Он сейчас своей силой держит меня и ведет меня вот мы тоже сегодня посмотрим вот мы тоже посмотрим сегодняшнее местописание то есть здесь говорится о том как Бог действовал раньше давайте с вами посмотрим иисус нами на черту голову 23 стих ибо Господь Бог вас иссушил воды иордана для вас доколе вы не пришли его то есть здесь говорится уже о пошу еще еще прошу прошу прощения 23 стих как Господь Бог сделал с черным морем который сушил пред нами то здесь говорится о прошлом то есть мы так же с вами держимся за завет что Христом закончены все мои проблемы что Христом я перешел от смерти в жизнь поэтому моя проблема прошлого Христом закончена и сейчас Бог Он действует вот эту веру которую необходимо восстановить 14 стих посмотрим с вами Иисус Навин 4.14 В тот день прославил Господь Иисуса предачами всего Израиля и стали бояться его как боялись Моисея во все дни жизни его что здесь имеется ввиду и сейчас Бог действует то есть может быть сейчас не видно но нам верующим Бог послал Духа Святого и сейчас ведет нас сказано я пошлю другого утешителя и он будет направлять вас значит Бог дал нам Духа Святого и поэтому когда мы внутри молимся тогда Бог Он действует внутри нас и обязательно и в будущем Бог будет действовать вера что и в будущем Бог будет действовать вот в 24 стихе сказано дабы все народы познали земли что рука Господня сильно сказано чтобы все боялись Господа Божьего во все дни жить то есть необходимо восстановить такую веру что всегда Господь Он сильно Он действует то есть от сегодняшнего дня и до будущего и вот эту веру необходимо восстановить и тогда вы сможете оставить памятник свидетельства Божьего потомкам подытожу Божье Слово Божий план Божье желание Божье направление это проповедование миссионерства всемирной евангелизации и необходимо вот эту эстафетную палочку этих благослений передать потомкам то есть передать детям заветную палочку всемирной евангелизации вот это мы называем Завет Завет и вот тот кто держится за этот Завет и верой идет вперед даже если есть вот даже если сейчас Иерихон Иордан передо мной тогда придут Божьи благословения такие же как пришли к израильскому народу и тогда вот наша жизнь станет благословенной и я желаю чтобы на этой неделе вы могли одерживать победу вот такой верой и теперь думая о слове давайте мы с вами посмотрим на темы молитвы помолимся сейчас значит молитва благовестника чтобы восстановить сосредоточенность 24 часа первая тема молитвы радостью и впечатлением благодарностью за спасение сосредоточиться на Боге 24 часа второе чтобы наши потомки могли иметь Евангелие и могли стать вот этими героями движения проповедования Евангелия и третье чтобы наша церковь наша семья и каждый в отдельности мог иметь вот это свидетельство Божье для потомков давайте мы сейчас просмотрим